дорогие друзья доброго времени всем суток хочу поделиться с вами историей из жизни обычного у а завода началось все с того то что у меня начал моросить карбюратор то есть чё только мы с ним не делали и жиклеры меняли и перебирали и чё только не делали в общем ну видимо пришел его смертный час карбюратор уже старый был все мне это порядком надоело я его снял и как говорится разбил кувалдой ну и заказал у наили порошина карбюратор сейчас я вам все покажу все пришел карбюратор пришел порядком быстро до нас дохмал где-то неделя с лишним с небольшим шов вот пришел карбюратор вот в такой вот червонок красивой коробки карбюратор 417 вот порошина на или с уважением все как положено автограф вот в общем все карбюратор мы поставили поставили мы карбюратор вот он и как говорится начали катать первый день мало поездить получилось то есть но скажу сразу после того как поставили холодный запуск отлично холостые обороты четко как часы горячий запуск отлично но машина не ехала получается не было то есть динамики такое ощущение как будто машину держали за жопу то есть ну соответственно я отписался владимиру байдакову и наилю порошину то есть рассказал о своих проблемах претензий никакие людям не предъявлял то есть решил потом в дальнейшем думаю ну такое ощущение как будто то ли топлива не хватает то ли воздуха разобраться сам то есть получается там дядя на или же расстроился хотел мне посылку уже собирать там ну я их потом по окончании я вам сейчас все расскажу отписался 1 или счастлив рад все успешно в общем то так у меня стоял фильтр то есть инжекторного двс топливный я снял зашвырнул куда-то сейчас попробую найти так вот валяется вот такой вот данный фильтр стоял до этого вот маркировка тут то есть видите фильтр он не просматривается как говорится я его снял начал с него туда дуй обратно как говорится гладиолусы то есть все снял я этот фильтр поставил два вот таких фильтра вот они видите то есть обычные карбюраторные фильтра все просматривается видно что все чистенько там то есть ну получается в баке где-то и ржа может быть металл конденсируется от перемены температур погодных условий водичка не водичка то есть мы тут сейчас все видим наглядно что все чисто дальше поставил все запустил машина поехала машина поехала поехала неплохо на второй день то есть все как бы ездил нормально но появилась другая проблема сейчас я вам все объясню то есть при нагреве рабочей температуры где-то 90 80 диапазон при интенсивном нажатии на педаль газа на резком был большой провал где-то секунды три-четыре потом машина как срывалась словно с хрена и начинала ехать но опять же было как-то все не так и не то то есть я остановился прям на ходу подки открыл капот и спалил вот на капоте видите вот тут вот натерто такая натертость то есть получается у меня до этого стояла вот это вот гофра переход на шноркель то есть с фильтром с карбюратором в комплекте идет надставыш под родной уазовский горшок то есть получается надставыш стояла гофра еще выше капотом ее под зажимала вот так вот и при повторяюсь температуре то есть 90 нагрева резина размягчалась и при интенсивном подачи воздуха на карбюратор то есть ее просто тупо вот так складывала вот так вот раз все был провал машину не ехал потихоньку родит р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р то есть крепится она штатно то есть все четко тут вот так просто болтом там резиновая прокладка и все кстати дядя наиль к тебе большая просьба вот эти резиновые прокладки которые ты посылаешь в комплекте ты лучше резину нормальную туда как бы это кидай потому что она какая-то пластмассовая гермитосом немножко там подмазал но это ничего страшного все пробуем машина поехала отлично не провала ничего все просто ракетовны я друзья к чему это говорю то что начните с малого если что-то не так то есть попробуйте сначала разобраться сами ну для чего людей расстраивать то есть у людей это тоже там свои могут быть и личные на личном фронте из-за этого проблемы то есть люди расстраиваются вроде душу вкладывают и тут вот так и так переживают то есть начните с малого с элементарных вещей то есть топливо воздушная смесь все лучше проверьте посмотрите даже чистоту в баке можете посмотреть состояние фильтров и так далее и тому подобное то есть если что-то не получится уже тогда какие-то претензии можно будет отсылать людям человек сами знаете такая скотина то что ему нужно все хорошее лучшее самое и так далее ну как бы дополнению к видео еще хочу сказать то что до небольшой косячок у меня остался но не на горячую в диапазоне работать где-то температуры градусов 50 70 то есть какие-то небольшие небольшие такие провальчики но видите у меня подводное зажигание стоит то есть у меня два датчика холла два коммутатора две катушки то есть где-то может быть проблема в этом где-то косяк то есть потому что я давно уже не вникал ничего тут не менял как стоит уже года три наверно но так я и не подходил то есть не лез никуда возможно буду разбираться все менять на новое там ну может быть насос еще у меня топливный чего-нибудь моросит так все четко в целом я доволен дяде на или большое спасибо володе байдакову спасибо то есть ребята ну как то так всем добра удачи до свидания